дорогие друзья уважаемые трейдеры всех приветствую с вами педром рауфи вы смотрите обзор рынков мы сегодня разберем ситуацию на фондовом рынке и по форекс парам тоже пройдемся и посмотрим что происходит на рынке криптовалют тоже все это технически разберем и для внутридневной торговли также с прицелом на неделю посмотрим что может с этим активом произойти как вы в курсе по поводу доллара по поводу фондов рынка сша некоторые моменты пока еще есть на рынках от которых можно отталкиваться к примеру старания демократов с целью того чтобы повысить как бы потолок госдолга для того чтобы они могли продлевать стимулы как говорится если то усилие продолжается и скорее всего они добьются того чего хотят с одной стороны с другой стороны есть некое настроение некоторых аналитиков довольно тоже известных о том что рядом с того что все таки эта инфляция будет не такой уже долгосрочной существует и с другой стороны сам повышение потолка госдолга она тоже по-своему поможет тому чтобы не было сильного как некоторые говорят армагеддона на рынках по итогам начала этой коррекции которую мы все уже давно ждем посмотрим техническую картину что происходит на фондовом рынке с индексом доллара сша обратную корреляцию и посмотрим на дальше посмотрим на основные пары также сырьевые валюты и активы и защитные снб 500 и доу джонс с прошлого обзора с прошлой пятницы вот эта горизонтальная линия наша отметка нашей прошлой встречи и четырехчасовый график для того чтобы мы могли посмотреть насколько они пробили поддержки или как они вообще с прошлого раза двигались когда мы общались в прошлый раз пятницу смп уже по факту пробил локальная локальную поддержку и она отбивалась приблизительно от последующей достаточно такой тоже локальной поддержки которая по факту находилась выше единственной самой глубокой да то есть просадки которые здесь и вот этот отбой который мы сегодня получили можно сказать или точнее с пятницы еще мы его получили как только начали уже говорить о том начали уже говорить о том что по факту есть некая оптимизм связана с тем что повышает патологу с долга повышение процента ставки не так сильно может повлиять на снижение цены акции из-за вот этого оптимизма они начались еще с прошлой пятницы продолжать рост и по факту вероятность этого можно было предполагать потому что очень сильный был прорив и приторможение спада по итогам прорыва по факту вот этой поддержки то есть приторможение спада в виде уменьшения волатильности в некоторых моментах то есть свечей и сигнальных свечей с большими тенями снизу которые по факту привели к развороту в общем ситуация по 7500 как мы видим отбой вверх и некое укрепление над поддержкой основной ближайшей который у нас было то есть отметка 4000 по факту 300 в этом раз отметка такая важная поддержка довольно такая важная значит ростом таймфрейма очень импульсивно тестируется и это создает ощущение что возможно скорее всего и полезем пи и возможно скорее всего подо джонсу тоже мы видим такую же картину над основной поддержкой значит сон там прям если посмотрим то по факту тоже достаточно над хорошей можно сказать поддержкой они пока находится то есть вверху они тестируют снова вот эту поддержку и важно посмотреть насколько импульсивно это происходит если четырехсотом таймфрейм подо джонсу тоже как мы видим очень сильно импульсивно цена двигается к этой поддержке вероятность того что цена дальше укрепиться и умеренным темпом насчет слова расти очень даже существует единственное главное что мы не получили сильного срыва волатильности ближайшее время или же появление каких-то расширения волатильности а посмотрим на индекс доллара сша и на дневном таймфрейме как мы видим трехдневный спад переключаемся на 4 часов чтобы более или менее посмотреть что может произойти в течение недели довольно хороший отбой этого отбоя мы ждали о нем говорили по факту с прошлой неделе и почему мы его ждали потому что цена по факту по итогам прорыва локального сопротивления на отметке 93.40-93.60 очень сильно импульсивно рос и на дневном таймфрейме то есть на очень таком долгосрочном таймфрейме он рос очень импульсивно по итогам прорыва вот этого сопротивления и это является как бы это и был сигналом вот этого разворота который по факту не должно было случиться почему потому что на фондовом рынке слабость и конечно должен расти и с другой стороны фрс уже последнее время не так рада заявляет о том что он будет повышать процентную ставку раньше чем надо и просто на каждом заседании они об этом напоминают более ястребные более ястребные еще более ястребные становится сам фрс несмотря на всего этого есть то есть ну вы знаете что есть вот этот оптимизм как вы не хотели его назвать там слепым я не знаю тупым он существует по поводу того что фондовый рынок совершенно несмотря на то что сильно уже пузырный как бы по факту сам по себе но растет то есть он укрепляется и вот это неопределенность такая долгосрочная но в краткосроке как вы видите по факту задают тренды определенные там например отчетности компании банковские или же аналитические которые выходят разных учреждений поэтому как вы видите по факту настроение тут с общей с общим фоном и техническим также здесь техническая картина совпадала сильный импульс и прорыв вот этого сопротивления очень важного 93 60 или 93 до 60 40 60 и последующий разворот поэтому ну с учетом нынешнее поджатие на более менее долгосрочном таймфрейм например на 15 минутки можно учитывать на то что возможно консолидация будет продолжаться но в короткосроке как вы видите тут у нас есть сильный такой ретест 93 то есть извините 94 это довольно такая сильная отметка и данное поджатие ну не факт что прям сегодня в течение дня приведет тому что цена очень сильно будет снижаться с одной стороны с другой стороны сама то есть сам фондовый рынок как вы видели смп 500 до джонс индекса они тоже показывают на то что они в консолидационном зоне и при этом они немножко расширяют волатильность то есть у них идет срыв волатильности таких моментов лучше всего просто отойти немножко от рынка вы подождать посмотреть как они будут двигаться причем потому что у доллара в целом восходящее движение 8 500 и джонсов в целом то есть общее нисходящее движение а доллар подходит к локальным там поддержкам смп подходит в этом в рамках этого встречи движения а смп заканчивает коррекционного восхождения в таких моментах хочется нужно подождать причем потому что зачастую хочется думать о том что возможно новый тренд задался или там доллар будет сильно например там падать или же там если бы будет снова расти до максимумов но это все против общего тренда как вы сами понимаете поэтому на для внутри дня скорее всего тут есть возможность особенно исходя из вот этого отбоя и вероятности восхождение доллара очень картосрочного и имейте ввиду что ближайшее время импульсивное движение в какую-либо любую сторону или вверх или вниз будет возить о том что цена будет в обратную сторону дальше укрепляться или же снижаться умеренно то есть если будет сильный импульс вниз то это скорее всего власти том что будет доллар укрепляться умеренно либо же продолжать консолидацию потому что укрепляться ему возможно будет трудно поскольку он уже упал относительно посмотрим сколько процентов сейчас относительно общей относительно общему восхождению которое у него было но если приблизительно относительно предыдущему импульсу где-то процентов на 30 и тут есть вероятность того что он по факту после ретеста половины то есть середине этого импульса может снова короткосрочно расти или же возможно уже начинает расти потому что средний диапазон золотой диапазон золотая середина фибоначчи по импульсам находится она не посередине а где-то ок вокруг 50 процентов это средний импульс поэтому этого можно ожидать по доллару и в карто сроки можно ожидать скорее всего разворот вверх очень хороший ретест минимумов тут есть то есть возможно это восхождение будет немножко импульсивным даже исходя из этого очень сильно неопределенного сценария который сегодня у нас есть мы будем более-менее посмотреть на евро на пары евро фунт австралийцы новозеландец и посмотреть что куда они технически могут продвигаться дальше как мы видим евро уже рисует как бы разворотную фигуру в головой плечи фунт на 4 часовом этого не рисует он очень сильно импульсивно вырос недавно и это само по себе создает ощущение что он на вряд ли сможет дальше вырасти давайте посмотрим на более короткосрочные таймфреймы на 15 минут и как евро себя чувствует 116 довольно хорошая отметка на дне по факту укрепились но волатильность очень очень низко владелец очень сильно низкая и здесь насчет последующих покупок можно говорить наверное в случае если мы не не закрепимся под 1 1518 то есть 1.16 1 1518 хорошие отметки для того чтобы отталкиваться если эти отметки ближайшее время протестируются например там импульсивно то это хороший сигнал если мы к ним будем поджиматься это не очень хорошая цель покупки и в целом исходя из того что доллар может делать восходящую какой-то какой там посадить движение сегодня включены на посмотрю ниera вас impacts календарь пустой то это движение возможно стоит не будет инструкцию поэтому на умеренное снижение евро и фунта в течение дня можно наверное все таки ставить но имейте ввидучто волатильность скорее всего будучи низкой дебожи будет очень большие срывы подлечаткам Terry Clymer знаю скорее всего не успеете закрывать его выжен иس prec quetty открываться потому тренду который по которому рынок будет двигаться поэтому насчет сегодня немножко все равно есть такой страх большим большого риска по фунту на короткосроки можно учитывать тот факт что тут тоже по факту 1 3541 3520 это хороший диапазон целью ли теста если цена ближайшее время не будет кому даже приближаться это хороший загнал если мы поднем закрепимся то это плохо если этот диапазон протестируется импульсивно это хорошо она уже протестировалась импульсивно относительно но в случае есть ли это произойдет еще раз то это тоже неплохой сигнал цели того что просто подождать и открывать покупки по более низким ценам австралийц и новозеландец они кстати уже тестируют локальные своей поддержки они всегда как-то впереди идут почему-то это очень интересно на часовом графике австралий новозеландец уже даже поджимается к сопротивлению и но тут тоже все равно нужно риск учитывать то есть взять 0 6070 6930 6920 приблизительно с целью ли теста то есть если цена к ней прибирается то это умеренным темпом тот или хорошо если импульсивно то это неплохо и по поводу сегодняшних активов которых мы хотели разобрать по факту защитное золото серебро и нефть по которым которые хотели разобрать по факту сегодня более тщательно на которых этого что вспомнил по золоту и по серебру и по платинам дорогостоящие дорогоценные металлы которые могут вырасти в цене случае если сильно вероятность кризиса увеличивается последнее время из-за сильного роста достаточно сильного коррекционного роста фондового рынка мы видим что на этом фоне неплохо корректировался откорректировался платин серебро относительно и золото тоже относительно корректировался единственное что с прошлого раза что с ними происходило с прошлой пятницы по итогам ну да то есть отбой который мы которого получили после получения сигнала о конвергенции еще с четверга наверное если не ошибаюсь и продолжение роста в пятницу но как как и вы видели как его наверное заметили вот этот клин на котором пока очень часто говорим там восходящий клин сужение волатильности в виде треугольника с восходящим наклоном в районе локального сопротивления приведет к развороту то есть по факту здесь тоже был сигнал я не помню точно мы о нем рассказали в прошлую пятницу или нет скорее всего мы тут заметили больше все-таки поджатие и сильного отбоя или теста от сопротивления можно было по факту предполагать о вероятности последующего разворота но тут конечно очень хорошо развили неплохо так развили с довольно неплохим стопом именно имеется ввиду быков неплохо развили по золоту и по серебру тут конечно особого можно сказать развода не было но она упала не добравшись до локальных сопротивлений что будет дальше с золотом и с серебром по золоту давайте отталкиваться от 1740 1730 лучше всего и в случае есть ли эти отметки импульсивно протестируются либо же последующие свечи 4 часовые или часовые где-то в этом диапазоне начнут укрепляться с большими тенями снизу и точнее сказать в районе 144740 по золоту если 4 часовые или часовую крепится закрепиться и закроется над ним закрытие свечей будет в районе этой отметки то ну или хотя бы двух там трех свечей там часовых или же там 4 часового свечи одной то это неплохой сигнал разворота или же укрепление или же приторможение снижение поэтому в случае есть ли вы сейчас в продажах по золоту и по серебру наверное диапазон который можно толкнуть с целью закрытия тех продаж 1740 1730 или же 35 болотенец очень низкая и импульсивность нынешнего движения гласит о том что она может закончиться в ближайшее время поэтому закрыть о о закрытиях лучше думать мы находимся в рамках канала в рамках горизонтальных каналов и по золоту и по серебру поэтому здесь отталкиваться лучше от середине от верхушки от дна канала всегда как середина тестируется зачастую если середина сильно импульсивно тестируется то имеется ввиду что цена скорее всего может подождать не не спускаться дальше а потом немножко консолидироваться после в случае если что пойти вниз а фон по золоту и по серебру поскольку фондовый рынок позитив к нему вернется в очередной раз есть вероятность дальнейшего его роста и и даже на фондовый рынок китая позитив относительно возвращается там вот этого вот этого гиганта по недвижимости по ходу его акции закупает какая-то очень крупная компания на цели поддержки то есть его по моему скупают большую долю акции этой компании скупают и это само по себе тоже по факту погрешение долго и неплохо может отразиться есть еще другие например аналитии анализ по именно китайском фондовом рынку особенно по создателям то есть чипмейкеров микрочипов по производителям микрочипов куда сейчас хочется вложиться goldman sachs и это все голосит о том что вот позитив который прошлую пятницу мы наблюдали за его началом скорее всего в этой неделе может течение недели еще продолжаться и то есть вот таким вот образом еженедельно как мы наблюдаем уже в течение последних трех недель отчи очередями просто меняется на стороне настроение рынка прошлый день она была негативная золото относительно укреплялся или же точнее не падал и с другой стороны эта неделя относительно позитивная то есть скорее всего золото серебру могут оказаться под давлением либо же на время просто не расти но мы обязательно должны учитывать вероятность отбоя от тех поддержек которые мы дали то есть по золоту 1700 40 35 по серебру то есть 22 то есть отметка 20 долларов 22 долларов и 22 20 приблизительно является отметками более-менее логичными для того чтобы от них отталкиваться себе закрытие по продаже либо же открытие покупок а платина очень импульсивно спускается и тут немножко амплитуду теряет в районе поддержки 950 и 950 неплохая отметка среди того чтобы от него отталкиваться это середина диапазона там 900 до 1000 и она мне варитес может стал может сопровождаться последующим приторможением спада как минимум хотя бы если фондовый рынок будет сильно расти то навряд ли вот эти активы защитные смогут продолжать сильный рост там свой поэтому на этот фактор обращаем внимание по поводу продаж тут уже обращать внимание именно продаж этих защитных активов нужно иметь ввиду что короткосрочных таймфреймах они очень импульсивно спускаются и вероятно за окончание таких движений больше всегда когда очень сильно импульсивно цена приближается там середину диапазона либо же к дну как говорится защитная пара евро франк доллар франк и также доллар jpy доллар японец доллар японец немножко по-другому себя ведет поскольку сам японец относительно слабее чем франк и евро японец ослабевает на фоне об этом и тысячи раз уже говори на фоне того что в японии могут одобряться новые стимулы потому что там власть поменялся относительно и новые люди за того чтобы стимулы подтверждались то есть выдавались и самый стимул это то есть давление на национальную валюту это сильная инфляция которая им очень даже по карман то есть будем это это хорошо японцы по поводу евро франка сильная волатильность сужается нельзя слуха можно на это обрати внимание насколько можно это воспринимать как накопление если перейти на 4 часов и тут больше срыва видно срыв волатильности больше есть чем накопление и всегда когда мы видим сужающихся фарм сужает сужающихся фигур которые с восходящим наклоном приближаются к сопротивлениям локальными же с нисходящим наклоном приближаются к локальным локальным поддержкам именно сужающиеся информации они ну их невозможно воспринимать как накопление к сожалению потому что зачастую после каких-то очень спекулятивных всплесков начинают разворачивать тренд поэтому если даже мы к ним относимся хорошо то только с целью скалпинга они возможно будут очень хороши тут из восходящий относительно флаг в районе сопротивления я бы ему не доверил вот и в случае если это у нас евро франк на 15 минутки а если брать доллар франк на 15 минут это тут ситуация относительно похоже единственное что поддержка 93 очень сильная очень зеркальная поэтому нужно обращать внимание тут просто либо мы над 93 либо под 93 если на 93 то это покупка если под 93 то это скорее всего но она очень сильное последнее время для быков это отметка очень сильно для быков поэтому тут немножко картина нашего сценария падение доллара на особенно на 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 графике доллар франк немножко но не совпадает с основным технической картины которые подумал то есть доллар он по факту смотрится как будто он хочет разворачиваться вниз в средний срок фондовый рынок похоже показывает что хочет разворачиваться вверх средний срок а тут картинка и как он показывает на силу отметки 93 там 92 80 приблизительно которые относительно такие отметки неплохие довольно таки и зеркальные они протестировались и снизу и сверху и сейчас по факту они сверху тестируются и пойдет ли цена ниже закрепиться или ниже не получится ли сильно импульсивный ретест этих двух отметок если этого всего не будет если не будет сильных там закрытие в районе этих отметок там 4 часового свечи несколько одночасовых свечей 3 там 2 штуки в районе то есть закрытие самой свечи в районе отметки там 92 80 но 93 если этого всего не будет то скорее всего мы получим продолжение спада но если любые тут сигналы разворота получит получим что я по факту мы получаем повышение минимума в целом по итогам ретеста это этой отметки то есть этого диапазона и очень сильное сужение волатильности тут тени снизу ну я не знаю можно ли тут довериться в плане продолжения спада то есть технически тут сожалению вот не видно сильного такого разворотного вниз сигнала на дневном тайм-фрейме на дневном тайм-фрейме к сожалению тоже если вы обратили внимание у нас открытие выше неких максимумов но все равно сужение волатильности в районе вершины рынка и насчет продажи нужно уже подумать после закрепления под 92 80 на самом деле поэтому тут либо мы находимся под этим диапазоном 92 80 93 0 92 80 0 93 либо же над ним и решать по этим по этому фактору можно будет решать и если jpy отбивается вверх от 111 неплохая отметка но не психологическая и 111 40 111 60 наверное последующие отметки которые могут протестироваться но затем нужно посмотреть насколько доллар на самом деле сильный или же будет укрепляться дальше на сопротивлением если индекс доллара будет сужаться то есть у него пусть волатильность будет сужаться уменьшаться по и по по мере восхождение над новыми своими максимумами это не очень хороший сигнал можно будет в таком случае просто задуматься о том чтобы немножко уже подумать о его будущем развороте вниз все-таки потому что фондовые индексы там отработали вверх коррекционно где-то 20-30 процентов предыдущего спада но это не факт что они будут расти дальше то есть технически это еще не факт от самого импульса 30 процентов это ну как бы не сам не фактор это три теста золотой середины фибоначчи предыдущего импульса поэтому мы все еще технически находимся в моменте то есть в неопределенном моменте но в таких неопределенных моментов лучше наблюдать за рынком посмотреть в какую сторону ближайшие импульсы произойдут то есть спекулятивно как как какой потолок либо какое дно протестируется и дальше ждать либо вверх последующий умеренный рост либо же вниз последующий умеренный спад и по нефти как мы видим ситуация с прошлого момента с прошлого прогноза 7440 очень классная отметка от него отбиваемся вверх и отбились вверх по факту до сопротивления локального то есть мы прошлой пятницу получали такое хорошее поджатие снизу к отметке 7440 и по итогам получили восхождение до локального сопротивления поднимемся ли выше я думаю что нет тут давайте часовой хотя бы или же 30 минутный тут расширение есть определенно срыв волатильности есть и совсем недавно рецепт локального сопротивления очередной рецепт локального сопротивления произошел очень сильно паранормальной свечой то есть очень импульсивно может ли дальше продолжаться свой рост но и думаю что в случае есть ли будут расти это будет сильно импульсивный рост и спекулятивный и возможно по итогам рецепта 76 75 80 он сможет снова развернуться то есть тут скорее всего есть возможность продажи фон для нефти новостной он довольно негативный нужно посмотреть какие будут в течение недели релизы по запасам нефти опять снова хочет подавить на цену нефти в общем и конечно же в таком случае если доллар продолжит свой рост то данная пара доллар канаде сможет расти на фоне снижения цены нефти но технически картинка очень сильная на дневном тайм-фрейме отметка 1 2670 2660 неплохая и тут больше такой диапазон можно даже 2570 25 давайте так скажем 25 2570 долгосрок этот диапазон может протестироваться но он очень сильный он довольно сильный в случае есть в ближайшее время мы получим его сильный такой ретест относительно импульсивный ретест этой отметки этих этого диапазона то скорее всего дальше ожидает приторможение вот этого спада либо же в разворот то есть приторможение спада как минимум мы получим а в данном случае сейчас даже не доходя до тех отметок картинка смотрится хорошо с целью возобновления покупок доллара и продажи нефти по факту то есть покупки доллара доллара сша и продажи канадского и по поводу наших любимых биткойна и эфириума с прошлого дня со вчерашнего дня мы наблюдали за с прошлой пятницы точными наблюдали за продолжением давайте еще раз посмотрю более внимательно первого десятого во время выходных мы не видели сильного изменения цене обращайте внимание прошлой пятницу мы получили пробой 47000 опять-ка очень-очень целевая то есть 45 47 очень целевые отметки и амплитуда снижается и на выходные тоже движение сильных мы не видели получится ли тут разворот думая как минимум до середине импульса получится до 45000 по биткоину а по эфириуму то по эфириуму ситуация должна быть тоже похожей 3000 отметка 3300 протестировала 3400 отметка тоже целевая по эфириуму и три тысячи давайте скажем двести 3260 до этой отметки цена может дальше упасть но имейте ввиду что регуляция американского американская регуляция очень сильно но сноуден недавно сказал очень интересную вещь если знаете сноудена о том что друзья обращайте внимание что регуляция которая произошла в китае против майнеров против майнинга перевел потому что и биткойн стал сильнее то есть хэш эти стали сильнее мощности стали сильнее то есть по факту возобновление этой жизни стало сильнее как вы знаете есть поговорка о том что любая трудность либо леска системы для системы любой она в либо переведет его гибели либо привезет его более сильному то есть сделать его более сильным а как вы знаете по факту многие очень известные люди миллиардеры бизнесмены аналитики говорят о том что то факту биткоин экосистему невозможно убить возможно он когда-то нас убьет но его нельзя убить и сам этот фактор довольно хорошо последнее время показывает свое действие то есть показывает вот тот фактор что на самом деле эти ужесточения монетарной политики об этом кстати мы ищем может наверное я собственно об этом говорю сколько последние четыре месяца о том что вот эти ужесточения которые начались там с турция потом китая потом снова сша потом снова китай потом снова сша они по факту делать биткойн и в целом криптоиндустрию сильнее поэтому какими бы негативными не были по отношению к этому всему нужно обращать внимание что ближайшее время если это того что тех сектор сша снова начнет свой рост мы знаем что о том что силиконовая долина и так далее их не акции мы знаем о том что до налоги будут налоги будут налоги будут но это давайте это снова потом все эти страхи и по поводу биткойна тоже по факту позитив проявляется последнее время показывает что то есть движение цены и фон показывает что по факту его убить не сильно не удается эфириум очень конечно классно у него волатильность меньше он более контролируемый но биткойн тоже неплохо себя ведет отталкивайтесь от отметки 45000 хорошая поддержка протестируется скорее всего импульсивно дальше цена будет продолжаться как или колебаться скорее всего консолидационно либо же своей волатильности и последующий разворот вверх возможно поэтому все вот эти фоны нужно учитывать друзья спасибо что посмотрели этот фильм извините что так долго надеюсь вам понравился в случае если что обязательно подпишитесь на наш канал и не забудьте нажмите на колокольчик чтобы быть в курсе какие у нас эфире спасибо что посмотрели до следующей встречи всем хорошая это рауля пока пока